Как вы думаете, с вашей точки зрения, надолго там все это, вот этот процесс горячий, когда люди гибнут еще? Я уже не говорю там про переговоры. Горячий, я думаю, продержится до осени еще. Почему до осени, думаете? До осени это еще оптимистично звучит, Кирилл, я вам хочу сказать. Ну, тут скорее связано с международной политикой. Мой прогноз август, возможно, обострение с сентября уже должно сойти на нет. Нет. Обострение это еще сильнее будет эскалаться, чем сейчас? Да, будут попытки типа штурма Марьинки. То есть сейчас просто все в растерянности. Москва эти планы достает из стола уже все новое-новое. Первый не получился, второй не получился, третий не получился, четвертый не получился. И вот сейчас уже они думают, или мы делаем четвертый, или черт с ним пятый. То есть если этот регион, Украина откажется брать на этих условиях, а ради этого сценария все и делалось, то тогда им нужно захватить максимум. То есть захватить Кураховскую ТЭС, это энергетика. Может выйти на Артемовск. То есть им нужно расширить территорию, в идеале взять всю Донецкую область. Мариуполь взять тяжело. Мариуполь это соблазн для них страшный, потому что это два металлургических гиганта и морской порт. То есть неизвестно, смогут ли они пользоваться этим сами. Но то, что они навредят Украине, это да, это здорово. Но Мариуполь взять очень тяжело. Его готовятся к штурму просто готовы настолько давно. Там настолько все уже, что можно положить массу народу и в Мариуполь не войти. Но его можно взять в блокаду и можно окружить. Продолжение следует...